Прославляем гниль в Элден Ринге, на связи с Чандро Альмина. Здравствуйте. Так, где-то здесь должна быть ночная кавалерия у нас. Мы её сразу, наверное, вольнём. Ну как вольнём? Попробуем? Да вольнём, вольнём, конечно. Куда же без этого? А где, кстати, она? Я не знаю. Где-то должна быть тут. Ой, красиво. Череп чей-то. Вот где-то здесь должна была быть. Прям близко к старту должна быть. Сейчас мы попробуем её таскать. Точно, сейчас 100% ночь. Вот тут. Вон она. Вон она шатается. Ой, на самом деле местность... Так себе, мягко говоря. Лейфа. 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 Попал, да? К тебе? Да, почитаем. Ой. Ничего не вижу. Господи. Да, даже бы ты не упал. Вот именно. Здесь можно с обрыва упасть. Отравился где-то. цветочек. Да не мины, ловушки здесь есть. Так. Выпьем. Ой, пламя может меня очистить даже. Да. Так, пламя меня очистило, конечно. Вот так сделаем. Отвалите, гражданин. Всё, славим гниль до талого. Он почти мёртв. Он спрятался. Да ладно тебе. Да талого не получится. Вот это он, конечно, хитёр. Не, ты видела? Угу. Он прям, правда, спрятался. Плюс? Угу. Пожалуйста. Призрачный удар. Так, хорошо. А дальше у нас будет этот родич. Сородич. А там будет костёр? Впереди. Не будет. Там клинмарики. Там клинмарики только. В принципе, тоже пойдёт, но лучше зарядиться сразу же. Вернёмся. После него вот всё. Да-да-да, я понял. Всё, отлично. Плюс уровень, плюс интеллект. Почему интеллект, ребят, пока что? Потому что не мудрость. В мудрость потом повкладываем много. Всё вот это вложится в мудрость. Интеллекта, может быть, даже 10 оставим. По-хорошему 20 нам нужно. Для этого нужен 150 уровень. Возможно, мы дофармим. Ну, то есть, у меня есть желание хотя бы посмотреть. Будет ли сильнее талисман другой. Это важно. Это очень важно. Причём мы не просто можем. Мы сможем от Бабла даже отказаться. Бабл, правда, хорошо нам помогает, но... Мы сможем увеличить урон. Поглядим. Так, как увидишь вдалеке лестницу, говори. Пока мы бежим просто. Вдалеке должна быть лестница. Не лестница? Опа. Всемушка. Всемушка. Пригодится. Всё ещё не лестница. И всё ещё не лестница? Вот она. Вот это? Да, это лестница. Ну, поехали. Маной, так хватит. Да. Где он появится? А, просто ножичек. Ночью. Темно. Ничего не видно. Здесь, в принципе, ничего не видно. Да ладно. Забавно. К сожалению, он нанёс урон, который вот был сразу, когда он вылетел. Он нанёс урон. Если бы он его не нанёс, у нас был бы бабл сейчас. Что? Ничего. Я мотаю головой. Я понял. Вот это... День. День. Днём будет видно лучше. Вот здесь он где-то, да, появляется? Приземляется. Просто, вообще даже, он нам... Ноу-хит, ребят. Можа. Да, вот это... Вроде бы. Я не знаю. Я не понимаю. Ну, наверное, да. А ночную кавалерию я... Да? Вроде да. Всё говорила. Всё посмотрим. Наверное. Купить надо только. Всё, погнали. На подъёмнике. Здесь теперь возьмём костёр. Костёр, да. Да. После чего отправимся в фармовую локацию, ребят. Мы откроем фармовую локацию. Я хочу закончить это прохождение не раньше, чем на 151 уровне. Зачем? Я в первую очередь хочу протестировать талисман. Талисман. Он очень нам нужен. Вот здесь, кстати, на лошади можно. Второй талисман, который скалируется от другого параметра. Вот его я и хочу попробовать. Он вроде топовый талисман как раз таки в игре. Это Шабрири. Это уже не Юрка. Так. Вот у нас карта. Вершинина великанов. Нам нужно будет и в замок Сол, и так далее. Это понятно. Это всё прекрасно и замечательно. Но для начала нам потребуется кое-что другое. Мы отправимся к Могвину. Вот поместье Могвинов. Вход в Мавзолей Династии. Там надо будет скакать. Очень много, очень неприятно. Фармовую локацию доформлю. Говорю так, ребят. То, что да, как-нибудь вне записи. Ой, кстати, карта Дворца Могвинов не была взята. Теперь взята. Я попробую доформить 151 уровень минимум. Подчёркиваю, минимум. Это 20 интеллекта, чего нам хватало вполне. И по 80 каждой единице. Я хочу проверить талисман. То есть задача именно такая. Если по Родану была цель именно на 50 уровне его пройти. Ну, просто, знаете, как традиция, что ли, убивать Родана на 50. Он настолько слаб, что на 50 его вообще... Расслабься, не пайся, убивать. Здесь куча всего. Руны там всякие. Вот, руны героя тут очень много. Мы сможем понадобывать здесь. На герой 25 тысяч даю. Да, тут прям классно. О, 13-го. Ну и ладно. Десятка. Не так много, но всё равно. Всё-таки это, да. Четырёхозначные числа. Рой мух это не то. Мы сейчас пробежимся здесь, попробуем пособирать всё, что есть. Идя? Нет. Кровавые экскременты. Ну да, намного, конечно. Хорошо в краю родном. Пахнет сеном. И вот этим вот самым, да. Белых масок можно будет сейчас поубивать. Кстати. И вары убить. Мы место убийства вары уже находили. Мы его видели. Надо будет ещё убить. Ещё поубивать там. Это руна героя? Да, руна героя 4. Неплохо. Так что даже без фарма мы здесь хотя бы зарядимся на пару уровней. Вот это уважаемо. Это кузнечный камень мрака 9. Это очень нам нужно было. Восьмой остался. Остался восьмой и попасть в снежную локацию, да. В снежную локацию в другую только. Не в ту, в которую мы попали, а в закрытую. Всё, здесь у нас фармовая зона, ребят. Я хочу попробовать. Можно ли фармить? Получится ли у нас фармить? Или мы настолько слабые, что всё очень плохо? Без бафов сначала. Мы пробуем убить. Без бафов не нравится. Ни сэндер. Не ждать. А сразу прожимать. По 2 400 дают. Это красиво. Мы уровень, скорее всего, добьём прям таким образом. Потом пойдём на масок. В принципе, для улучшения качества мы можем сделать вот так. И погнали. Да. Ребят, это хорошее место для фарма. Раз мы шотаем, здесь можно фармить. Конечно, лучше фармить мечом, который выпадает с финального босса. Спору нет. Альбинор, который выжил. Ну, считай, просто... Какие штуки, короче. Я так только в детстве смогла, да. Колесо, да. Слушай, ну прям... Это фарм. Ну, мы уже дофармили уровень. Да. Мы дофармили, но по факту, ребят, это неплохо. То есть мы здесь за короткое время можем нафармить прям хорошее количество. Это вот единственный раз, когда мы подфармили. Ну, по большей части ради эксперимента. Пока больше не будем. Но, опять-таки, возможно, попозже ещё пофармим вне записи. Специально, чтобы проверить талисманы. Дальше. Пойдём за масками. Тут будут инвейдеры, да. Их два или три будет. Где ты ползал, я не понял. Да, оно. Три инвейдера вообще по карте. А там кто знает. Я точно помню двоих. Грибы размягчённые. Угу. Вот, или что-то лежит. Поро. Гнилая смазка. Продадим. Вот инвейдер. Слышимся. Да. А, он сам слазит. Угу. Да, вон. Раз. Ну, не души. А, ясно. Что? Тут три инвейдера, и все по одинаково убивают. Да. Всё это будут белые маски. Вот именно. Зачем мы их убиваем, ребят, хоть мы их и не добавляем? Максимальное количество этих ребят мы просто убиваем. Ну и плюс хотим убить вары. Потому что, просто потому что. Шматки дали. Белую маску здесь дают, очень классная штука. Увеличивает урон кровоотечения. Вот здесь. Это самое нижнее, да. Теперь мы бежим к тому. Всё, он закончил. Ещё немножечко. Садимся на лошадь. Где-то здесь должна быть, по идее. Да, здесь есть как раз. Где конкретно она, я не особо помню. Это маска белая. Где-то в этом районе. А, вот она она. Отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Хорошее заклинание, мне нравится. Серединка? Серединка. Ещё один. Вот, там чуть-чуть повыше. Вот здесь. Угу. Вот он. Вот он. Рой мух почти успел. Рой мух страшная тоже штука. Кровотечение накладывает. В общем, неплохо так накладывает. Мухи кусочи. Да, прям они очень кусочи. Далее. Центр мавзолея династии. Сейчас мы отправимся в мир. Сейчас мы отправимся в мир варвы. И получим очень классную тему. В принципе, мы даже с этого персонажа на New Game+. Но я не хочу New Game+. Лучше тогда передать как-то предметы. Я, может быть, в какой-то мир вторгнусь. Передам предмет. Соответственно, потом кто-то из этого мира, где я передам предмет, передаст потом мне и попробовать за косплей действительно девушку в платье прекрасном и с цветами в руках. Цветы, к слову, очень даже мощные. И по кровотечению, и вообще. Так. Цветы это дубина, по-моему, с дробячим уроном. Где Вара? Варя? Варя, ты где? Ой, а где Варя, кстати? Мы к нему в мир вторглись. Мы пришли его убивать, вон он. Повезло, что он не на нас. Самое плохое, когда они на нас прыгают. Все. Мы убили этих ребят. Мога можем, в принципе, убить. Можем. Можем убить Мога. Можем. Вот он, Варя. Цветы дай. Цветы дай. Спасибо. Это я знаю. Так. Попробовать ли его убить? Можно попробовать, конечно. Увеличь количество фляг, но для этого нам нужно будет... Чудесное с надобием смешать. Надо вместо... Вместо бабла, наверное, поставлю. Вот, с надобием Поверителя Крови. Отлично. Почему? Без этого мы не пройдем. Почему? Потому что он будет нехилом нас бить. Мы можем пройти, подхиливаться, но лучше мы в это время будем его фигарить. Угу. Так, а у нас есть Акова Мога? У нас есть Акова Мога. Так мы же это вообще идеально сможем пройти. Супер. Что? Лапки золотой. Лапки золотой? Нету. Сейчас будем искать. Вот они, лапки. Все три берем. На Мога это точно нужно. Что я за это получу? А, вот кнут. Магмовый подсвечник. Помню, когда мы за кнуты играли, собственно... Мы этим кнутом, кстати, убили босса через стенку. Ой, ребят, тут такие, конечно, моменты бывают клевые. Много разных прохождений. Кому будет интересно, пересмотрите просто все видосики по Yilding Ring. Там каждая по-своему хорошо. Прям очень иногда хорошо. Так, что у нас есть в снаряжении? В принципе, комплект тот самый, который я хотел. Да, мы в порядке. Ты хочешь попробовать Мога? Серьезно? Ну, пойдем. Сможем ли справиться? Все зависит от того, какой будем урон наносить. А вдруг мы будем урон 400 наносить? Ну, посмотрим. Или 800? Тоже мало. Посмотрим. Посмотрим. Не проверим, не узнаем. Это да. Сколько мы там? Чего? Так. Здесь выпили. Здесь пламя даровало нам силу. Сразу выпьем ману. Погнали. Мог. Выходи. Я бить тебе морду пришел, Мог. Лежать. В смысле? Лежать. Это оковы Моргита, что ли? Я не могу. Нет, это оковы Мога. А ты посмотрел на них? Это оковы Мога должны быть. Так, стоп. Моргита. Тьфу. А нету Мога? У нас нет. Ну, ошибся. Очень-очень далеко. Ну, ладно. Ой, какой молодец-то. Ой, молодец. Я думал, это Мог. Да. А он не смог. Или я не смог. Кто-то не смог, короче. Кто-то точно не смог. Но он достаточно большой так-то по модельке. По модельке большая. 1600. В целом неплохо. Это мы попали? Да. Единственное, что надо увернуться и тогда нанести удар. Либо чуть подальше. Погнали. От нехилы защита есть. Угу. Ой, плюется. Да ты задолбал три раза подряд. Хоть плюется. Вот именно. Я причем увернулся. Просто это очень затяжной был удар. Ну, в принципе, да. К нему надо идти сейчас. Ну, прям я слабый. Жутко. Ты подойдешь? Пойдем. На пять. И он. Что? Не смотрю, сколько урона. С щитом я не помню, сколько урона. Не с первой попытки мы, конечно, убили щитом, но... Убили прям его до второй фазы. Он не достает. Ты издеваешься. Замедлится для того, чтобы не дойти. Правильно. Удар будет. Удар будет. Удар будет. Когда ты... Когда ты будешь... Поставать. Удар. Удар. Не, посмотрим. О! Наконец-то. Он решил подойти. О, это тресс. Да-да-да-да-да-да. Ага. Достаю здесь. Выйди на эту мушку сейчас. Ну, туда. Да. Да. Вау. Вот этого не ожидал. Ну, папа уже немножко. Хорошо. Вот это... Да. Рановато, да? Рановато он пошел. Ну почему? Мог бы и атаку какую-нибудь провести. Садоку. Ты видишь, какого у него оставалось? На момент. Нормалек. Он умер. Ну, это повезло просто сейчас. На момент... Я видел. Крови. Я видел. Вот именно поэтому... То точно так же и осталось. Именно поэтому он сейчас и умер. Великая руна Мога. Воспоминания о повелителе крови. Активация костра. Не напомнила ты. Я сама не напомнила. Я не думала, что он умрет. Так быстро. У нас было очень много времени. Благополучно. Забыли мы про эту лапку. Купили и забыли. Ну, ничего страшного. Главное здоровец. На самом деле, по поводу здоровица. Пробовали с 20% убивать. У нас... Ну, порядка часа ушло на этого Мога. Фишка в том, что он очень часто бил. Бил первой атакой. В первую очередь из-за первой атаки. Плюс мы... Именно раздутое время такое получилось. В первую очередь из-за того, что мы пробовали с 20% хп. То есть мы брали не этот талисман. Мы брали вот такой талисман. Вместо этого мы брали красные перья. Тем самым мы увеличивали свой урон. Причем мы даже во время нехила... Во время нехила вот это не дает прибавки. То есть этот талисман просто убирается, отменяется. Он мертвым грузом лежит и дает 0.9 веса, которые нам в минус идут. Это же нам дает всегда плюс. Но мы задолбались. Потому что мы снижали свое здоровье. Много вариантов. Мы делали горшочки с ядом. Мы били себя по груди. Тем самым на подготовку уходило много времени. И это просто за счет этого мы раздули вот это лишнее время. Попыток было, да, много. Но в первую очередь из-за первой атаки. Первая атака, за которую он нас убивал. Просто обязательно нужно было жахнуть. А потом еще жахнуть. Без этого мы не успеваем его до второй фазы вот это вот убить, как мы убили сейчас. То есть только вторая фаза мы хотели убить именно так. На второй фазе только стартовало, умирали. Вот. Ну вот так получилось. Получилось как получилось. Боссов там добавили, не добавили, я, честно, не помню. Поэтому мы сейчас закончим и посмотрим. В любом случае, титры, ребят. Спасибо большое нашим дорогим, замечательным, претенджающим бустерам, к числу которых можно присоединиться по ссылочке в описании. Ссылка на бусте есть. А знаете, кто эти ребята? Именно благодаря им выходят видео на канале. И вы, может быть, тоже окажетесь в этом списке. Всего лишь нужно перейти по бусте, по ссылке в описании и подписаться на бусте. Всего лишь. И вы уже окажетесь и в титрах, и получите очень много других классных, на самом деле, фишек, бонусов. Там и о планах информации, превьюшки заранее, иногда видосы заранее выкладываются, эксклюзивные стримы. Огромное количество всего можете найти. Перейдите по ссылке в описании на бусте. Вступайте в семью, ведь семья – это главное. Субтитры создавал DimaTorzok